Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня у нас такая с вами базовая тема, как сделать так, чтобы мужчина захотел секса. Возможно, почему это происходит, как этому способствовать и как, возможно, на это повлиять. Как всегда, с точки зрения психологии, с точки зрения нутрициологии мы с вами разберем эту информацию. Поехали! Итак, мужчина не хочет по нескольким причинам. По психологическим и по физиологическим. Так уж это работает, к сожалению или к счастью для кого-то. Как обратить внимание на то, что нужно делать? Просто берете и обращаете. Что же нужно делать? Во-первых, разобрать вопрос психологический. Есть ли у вашего мужчины очень большая нагрузка физическая? То есть, испытывает ли он хронический стресс, хроническую интоксикацию на работе? Находится ли он в каких-то конфликтных бесконечных отношениях, решая вопросы своего бизнеса? И так или иначе, это занимает просто огромнейшее количество энергии, которая ниоткуда не берется и никуда не девается. Так вот, для того, чтобы вы поняли, что этот процесс можно развернуть в две эпостаси, то, соответственно, что можно предпринять уже сегодня, уже сейчас? Обеспечить вашему мужчине полноценное возбуждение с точки зрения вашей внешности и вашей сексуальности. Еще один момент, это создать условия, в которых ваш мужчина что-то захочет делать. Соответственно, это уже на психологии, которая про сексуальность. И еще один момент, девчонки и мальчишки, почему мужчина может хронически не хотеть секса? Потому что у мужчины нет ресурсов, ресурсов на образование, грубо говоря, тех моментов, которые участвуют в жизнедеятельности мужской. Что для этого нужно? А для этого, друзья, нужно будет поработать над группой Б, над компенсацией дефицитов минералов. Нужно будет восполнить также мужичку вашему белок, если он в нем нуждается, и обеспечить ему полноценное питание. Это важно с точки зрения вашей женской заботы. И только в условиях этого, возможно, ваш мужчина захочет что-то делать. К сожалению или к счастью, у мужчин пропадает возможность иметь вот эту возможность деторождение, деторождение у вас, по некоторым причинам состояние экологического. Нехватка микроэлементов, которых я сказала, и, соответственно, плохая работа детоксикацифионных систем. И здесь нам нужны уже другие инструменты, которые являются нутрициологическими и подбираются индивидуально. Но лучше всего это делать, конечно, с врачом или с грамотным нутрициологом, который вам поможет с точки зрения биологии. А с точки зрения психологии все просто. Если вы создаете условия, вовремя делаете то, что нужно для того, чтобы все происходило вовремя, то, соответственно, все срабатывает. И все. Какой запрос, такой ответ. Продолжение следует.